В моем саду и огороде, как и во всех прочих, тоже довольно много всяческих вредителей. Основной вредитель на клубнике, который мне досаждает уже много лет, это земляничный клещ. Это очень мелкое насекомое, меньше одного миллиметра. Когда-то покупал специальный микроскоп, чтобы его разглядеть, но это совершенно не обязательно. По внешним признакам на листиках клубники очень легко определить наличие этого зловредного вредителя. Как он вредит? Он высасывает соки из растения, начинает болеть кустик и выглядит очень угнетенным и в конце концов даже может гибнуть. Вот эта грядка клубники сорта Юлия, она довольно сильно поражается этим клещом и вот видно, насколько кусты угнетены. Повреждения клещом выглядят примерно следующим образом. Сначала листики начинают морщиниться, вот примерно так. Особенно это заметно на молоденьких листиках. Вот они. Листья становятся морщинистыми, растут плохо, кустик выглядит угнетенным и в конце концов его приходится удалять. Дело еще осложняется тем, что, как правило, после того, как кусты клубники ослаблены передоносным действием земляничного клещика, то еще и подключаются к делу и другие вредители и болезни и кустик с нарастающей скоростью слабеет и уже толку от него никакого. Что же делать? Некоторые спрашивают, почему никак я не избавлюсь от этого вредителя? Дело в том, что на участке я не применяю химикатов уже много лет, да и если и применять, по-моему, это сделать было бы очень сложно. Дело в том, что в нашей местности этим клещиком заражена вся округа, то есть повсеместно у всех клубника поражена этим вредителем. И когда-то я пробовал решить этот вопрос очень радикально, то есть полностью избавиться от клеща, но есть разные способы, сейчас не буду про это рассказывать. Что-то получалось, но на короткий период и через буквально небольшой период времени птицы приносят, ветер приносит и клещ снова появлялся на плантации клубники. Что же делать сейчас? Как я борюсь с этим клещом? Видно, что вот эта грядка, ну, конечно, уже урожай такой она не дала, как могла бы дать, если была бы здоровой. Вот на этой тоже самое происходит. К слову сказать, воздействие земляничного клеща еще зависит от погодных условий. В один сезон благоприятный для развития этого вредителя, то есть он развивается очень активно, в другой сезон он развивается не так быстро, но вредит в любой сезон. Так вот, что же приходится делать, тем более не применяя химикатов, чтобы избавиться от этого вредителя, от этого клещика? Поскольку избавиться от него невозможно, как уже упоминалось, стараюсь просто ограничить развитие его популяции, то есть чтобы его было как можно меньше и, соответственно, вредил бы он поменьше. Самое главное для этого клубнику стараюсь выращивать таким образом, чтобы кустики находились в эксплуатации не больше трех лет. Это, конечно, очень маленький срок, многие сорта клубники могли бы расти и гораздо дольше, но вот именно из-за того, что начинает очень интенсивно развиваться земляничный клещ, приходится эти кусты менять новыми. То есть меняю на своем участке старые посадки клубники на новые примерно через три года. Даже иногда, если очень сильно клубника поражена клещом, после двух лет эксплуатации грядки, то есть клубника удаляется и закладывается на новом месте. Это позволяет довольно сильно ограничивать развитие этого вредителя. То есть на новом месте он, конечно, туда тоже перебирается, но развивается не так активно. Это первое. Второе. Постоянно стараюсь размещать клубнику на местах после хорошего для нее предшественника. Последнее время в основном клубнику размещаю после чеснока. Это хороший предшественник клубники. Вот здесь вот будет размещена клубника этого года. То есть сюда будут высажены усы клубники. Это тоже позволяет вредителям не так активно развиваться. То есть, естественно, здесь среди чеснока никакого клеща быть не может. И вот высаженные сюда усы некоторое время могут чувствовать себя спокойно, пока клещ снова не появится из других мест. И третий пассивный способ борьбы с этим вредителем в какой-то мере помогает тоже. Это то, что следует применять сорта, которые поражаются клещом поменьше. Потому что разные сорта клубники, они поражаются этим вредителем в разной степени. Некоторые сорта поражаются очень сильно. Клубника очень быстро заболевает и даже может гибнуть. Это вот как вот этот вот. Всем хорош сорт народной селекции Юля, но он поражается сильно клещиком. Вот видно, какая угнетенная грядка. И вот ей всего лишь три года. И вот сейчас придется кусты клубники удалять и закладывать плантацию на новом месте. И четвертый способ борьбы с земляничным клещом это срезка листьев клубники после сбора урожая. Это, конечно, тоже очень хорошо сдерживает развитие этого вредителя. Но дело в том, что срезка листьев клубники это большой стресс для растений. А в нашей местности при очень холодных зимах далеко не всегда кусты успевают успешно подготовиться к зиме. Нарастить листовой аппарат и бывают повреждения зимними морозами. Несмотря на то, что грядки приходится укрывать. Поэтому этот способ стараюсь применять только в те сезоны, когда земляничный клещ развивается довольно сильно. Вот в этот сезон, конечно, он себя проявляет очень активно. Но эти грядки уже будут просто ликвидированы. Здесь резать листики не потребуется. Сейчас все кусты клубники буду срубать под корень, тут же грядку перекапывать и размещать на этом месте другие культуры, которые еще успеют дать урожай. Вот такой существует неприятный вредитель на землянике, земляничный клещ в нашей местности. Ну, повторю в конце, что, конечно, это очень неприятно, но все-таки можно получать неплохие урожаи и при наличии этого вредителя. Главное, повторюсь, не давать ему расплаждаться в больших количествах.